добрый вечер дорогие друзья очень рада вас видеть на нашем очередном вебинаре вас приветствует анастасия кульвайс компанией сайт лимго и со мной мой маленький душевый помощник куала потому что речь у нас сегодня пойдет о таких достаточно экзотических странах как австралия и новой зеландии что нам всем известно во первых да что это очень очень где-то далеко где-то в южном полушарии что там все наоборот зимой лето летом зима ночью день днем ночь в общем все не как у людей что там живет много каких-то экзотических животных про австралию ходят слухи даже что эти животные крайне опасные но это не совсем так конечно там есть какие-то ядовитые опасные животные в общем-то веселых и забавных экзотических гораздо больше причем еще они достаточно интерактивные с ними можно даже взаимодействовать ну а что касается новой зеландии то есть экзотических животных там только птичка киви которая выходит гулять по ночам днем ее вообще не видно и вообще из животных эту страну населяет преимущественно овечки которых примерно насчитывается по 50 штук на душу человеческого населения новой зеландии но что важно для нас там мы говорим об образовании в этих странах британская система образования на очень высоком уровне налажена собственно говоря для австралии экспорт образования статья экспорта образования занимает третье место после всяческой горнодобывающей промышленности это не просто престижное и высококачественное образование это на уровне государства продвигаемая отрасль поддерживаемая финансируемая и так далее да то есть что вы поддержите на высоком уровне чтобы привлекать к себе иностранных студентов которые будут получать там образование может быть потом отбаваться там жить и работать в качестве высококвалифицированных специалистов которые тоже в обеих этих странах очень нужны соответственно это очень очень развитая отрасль высокий уровень жизни в обеих странах как мы знаем многие города и австралии новой зеландии регулярно попадают в топовые списки самых лучших городов для жизни выпускники университетов местных очень востребованных опять же в силу того что эти страны развиваются за счет притока свежей крови иммигрантов естественно студент который приехал получил хорошее образование в местном учебном заведении и стал профессионалистом будет востребован на рынке труда ну и открыт естественно к иностранным студентам иммигрантам в обеих этих странах присутствует опять же поскольку из коренного населения там только мауре все остальные также как и иностранные студенты из разряда понаехавших в разное время по разным причинам но тем не менее они никогда и не были временем австралийцами или новозеландцы к системы образования в общем то она схожа в обеих странах и базируется она примерно на том же схеме что и система образования великобритании в школе учат студенты 12 лет дальше после школы можно пойти профессионально-техническое образование где можно получить например профессиональный сертификат или профессиональный дитул на что уйдет один или два года в зависимости от уровня обучения но это по сути считается как как например обучение у нас в колледже средне специальное образование на такие программы могут поступать выпускники наших один классов сразу после школы дальше программа бакалавриата в этих странах длятся три года есть также опция бакалавр с отличием который это как бы дополнительно еще один год топор на эти три года более высокие уже считается постдипломным образованием но для поступления на бакалавриат если студент является выпускником 11-летней школы российской ему необходимо будет проходить программу foundation значит дополнительно еще один год проучиться на этой подготовительной программе ее можно проходить либо в специализированных колледжах которые предлагают такие подготовительные программы либо можно проходить ее непосредственно при университете если при выбранном университете такое такая опция есть более того некоторых учебных заведениях в австралии предлагаются такие варианты как поступление на дипломную программу с последующим переводом в университет то есть студент может проучиться год на программе диплома и потом перевестись в университет или два года проучиться перейти в университет уже на второй курс бакалавриата но это зависит очень сильно от специальности и конкретных предложений конкретных университет выбор специальности в австралии новой зеландии в общем-то очень обширный практически всему чему угодно там можно учиться из таких специфических региональных именно дисциплин это могут быть что-то с исследованием океанов там может быть океанография океанология что-то в этом духе либо программы морской логистики тоже достаточно такие интересные популярные ну или в австралии еще это могут быть программы связаны с какой-то горнодобывающей промышленностью и инженерные направления вот в этой сфере опять же люди получившие эти квалификации в этих странах потом достаточно высоко востребованы университета но в зеландии все просто университетов там 8 а вот они тут все перечислены то есть это учебное заведение которые имеют именно статус официальный университет конечно есть и другие учебные заведения они могут называться колледж институт или еще что-то который не имеет официальный университет но тем не менее многие из них в том числе и программ бакалавриата тоже предлагают стоимость обучения варьируется в общем-то достаточно большой может быть разброс начинается 15 тысяч долларов если брать какую-то среднюю цену и на средние специальности да то есть если мы не рассматриваем специальности типа медицины к примеру которые как обычно в несколько раз дороже то это будет в среднем где-то в районе 20 тысяч долларов в год плюс примерно плюс-минус сколько же нужно будет на проживание в стране в австралии все немножко посложнее там университет гораздо больше но есть тоже свои восемь то есть это так называемая the group of eight это список топовых университетов австралии топ восьмерка чем они отличаются от всех остальных почему они там ну во-первых они входят мировые топы топ 200 точно может быть даже и больше во вторых эти университеты более активно поддерживаются и финансируются правительством по части научно-исследовательской деятельности то есть здесь не только учат студентов на бакалаврах магистров и так далее но эти университеты также проводят достаточно обширную какую-то научно-исследовательскую работу в разных областях естественно эти университеты предлагают огромное количество специальностей один из крупнейших университетов наш университет находится под мельбурном у них вообще там пять кампусов вдоль побережья разбросанных и количество специальностей которые там предлагаются просто не могу вам даже точно сказать больше 300 точно кроме этого еще есть такие два достаточно крупных известных уважаемых университета это университет тасмании и гриффит университет тасмании соответственно находится на тасмании а гриффит университет находится и плюс к этому еще множество всяких прочих университетов и колледжей и частных и государственных огромная система колледжей среднеспециального образования под названием тэйф на всю австралию это такая сеть развителенная соответственно выбор в австралии прямо очень большой стоимость обучения тоже сильно варьируется да то есть если мы идем в тэйф учиться на диплом косметолога то это нам будет стоить 10 10 15 долларов то если мы идем в сильный университете учиться хотя бы даже на специальность по бизнес-менеджменту то это уже на будет стоить в районе 45 тысяч австралийских долларов за год а если мы идем учиться на медицинский факультет то там уже ближе к восьмидесяти это в австралийских долларов начало учебных семестров в этих странах совсем не первого сентября то есть основной семестр начинается в феврале второй семестр начинается в июле большинство программ по большинству специальностей скажем так предлагают начало или на феврале на июль но некоторые отдельные особенно когда это какие-то более специфические специальности может быть научные тем более если это медицинские они могут начинаться только один раз год только феврале соответственно в зависимости от этого мы планируем все предыдущие наши подготовительные процессы то есть либо если все человек сразу готов там выбирать дату начала семестра проект документы конкретно на семестр если нам нужно предварительно получить английский подтянуть или программу foundation пройти все это мы планируем уже с учетом того когда будет начинаться выбранный программ бакалавриата на большинство специальностей можно поступить без ступеньких экзаменов то есть оценивается в общем-то стандартный пакет документов как и для великобритании в том числе выписки успеваемости там аттестат или диплом что у вас есть с оценками либо если студент еще не закончил школу то можно взять выписку для предварительного зачисления однако для получения уже окончательного зачисления вуз который нам абсолютно необходимо для того чтобы начать оформление физической визы нужно будет непосредственно в университет предоставить ваш аттестат или диплом вступительные испытания проходят естественно для поступления на медицинские факультеты здесь все очень сложно то есть нужно кроме успеваемости английского нужно сдавать еще экзамен юкат или айсат зависимости от конкретного университета и их требований достаточно сложный экзамен но они в общем-то сдаются онлайн и плюс проходить дальше интервью с кем-то из университета в отдельных случаях даже опять же в зависимости от требований конкретного вуза некоторые из них требуют чтобы студент на интервью прижал лично не обязательно в австралии потому что большинство случаев они проводят такие отборочные собеседования также в близлежащих странах азии типа в сингапуре и гонконге а вот но чаще всего требуется личное явление на собеседование для поступления в медицину ну и когда речь идет о каких творческих специальностях тому дополнительные потребности фонтолио прослушивание зависимости от того на какой специальный студент собирается обязательное условие сертификат по английскому языку принципе данный момент не так строго какой именно то есть раньше там например австралия принимала только айлс сейчас они принимают и той пол но в любом случае они не принимают ни университета и не визовые миграционные службы не принимают никаких онлайн экзаменов только такие серьезные экзамен при этом например если студент сдал айлс и там получил нетребуемые 6 баллов 5 баллов то с этим уже можно отправлять документы на поступление в университет потому что практически все вузы предлагают подготовительные языковые курсы и соответственно в данном случае просто студенту скажет хорошо мы тебя примем там со следующего семестра на выбранную тобой программу а вот в этом первом семестре ты пройдешь дополнительно курс английского и это уже совершенно нормально с таким так это называется package offer с таким пакетным предложением от вуза мы можем уже заниматься оформлением виза так ну и про студенческие визы студенческие визы оформляются онлайн мы его заполняем отправляем все необходимые документы погружаются тоже онлайн но требуется личное участие в сдаче биометрии в россии для этого есть визовые центры в разных городах и обязательно нужно проходить медицинский осмотр там делается плюрография и там общие анализы даются это тоже делается в специальных только аккредитованных медицинских центрах которых в нескольких городах россии они присутствуют туда соответственно тоже нужно лично записываться приходить рассматривают студенческие визы в среднем порядка четырех недель но может быть плюс-минус больше меньше обычно мы стараемся закладывать хотя в месяц полтора а вот но подавать заявление рекомендуется не ранее чем за три месяца до начала обучения положительного въезда страны в одно и студенческие визы дают право на работу до 20 часов в неделю в каникулы студенты могут работать хоть в 24 часа в сутки если им хочется и как бы это право в общем практически автоматически пристегивается в визе каких-то дополнительных разрешений для этого получать необходимости нет сейчас в любом случае студент закончивший бакалавриат или магистратуру может получить рабочую визу на два года остаться там работать далее если у него будет работодатель который за него будет готов подписаться он может продлевать и продлевать ну или в принципе может уже получить постоянную резиденцию если у вас возникнут вопросы уже по выбору потенциальной учебной программы университета и так далее вы можете всегда к нам обращаться ну и мы остаемся на связи большое спасибо за внимание ждем вас на наших следующих встречах хорошего вечера до свидания